здравствуйте дорогие рукодельницы гости и подписчики моего канала сегодня хочу вам предложить способ вязания спицами аккуратных планок с горизонтальной резинкой посмотрите какой получается образец аккуратно оформлены края низ бока шнуром алькорт и вывязана горизонтальная резинка очень простой узор чередование 2 ряда изнаночной глади и 2 ряда лицевой глади получается такой рельефный рисунок очень эластичный хорошо сочетается с лицевой гладью или другими рельефными узорами можно использовать такую планку и оформлять низ кардиганов жакетов я думаю красиво смотрится если вы со мной согласны поставьте лайк я буду показывать как связать такую планочку от низа то есть можно оформить и низ изделия такой горизонтальной резинкой и если вам нужно связать только планочки допустим на проймах рукавов то вы можете начать вязать уже с основного узора оформляю кромки таким способом который я покажу и выполняю вот узор горизонтальной резинки и так я начинаю вязать с низа и для этого я набираю петли способом шнуром айкорд данный способ я уже показывала оставлю здесь ссылочку в подсказке и под видео ну и конечно еще раз напомню для начала вязания набираем 3 обычным способом 3 петельки на спицу кончик ниточки не нужно оставлять длинным он может быть коротким затем перетягиваем петли на другую сторону и начинаем вязать и набирать петли первый ряд провязываем из первой петли лицевую из передней стеночки и вторую лицевую из второй стеночки первой петли и таким образом мы прибавили одну петлю и далее 2 лицевых провязав первый ряд у нас на спицах прибавилась одна петля далее назад переснимаем 3 петли и вновь из первой петли прибавляем одну петлю провязывая лицевую из передней стеночки этой петли и задней стеночки и затем две оставшиеся петли лицевые еще одна петля прибавилась переснимаем назад 3 петли на правой спице уже остается две петли и в этом в третьем ряду и делаем еще одно перед прибавление из передней стеночки и второй стеночки провязываем лицевые петли и две лицевые и так набираем нужное количество петель учитывая что первые три петли и последние три петли это у нас будут кромочные петли и планочки я буду вязать шириной по 7 петель при вязании изделия вы набираете на нужную ширину полотна необходимое количество петель и сейчас я сделаю набор петель и буду показывать далее как вязать я заканчиваю делать наборный ряд и набираю еще одну петлю для этого также переношу 3 петли на левую спицу провязываю из 1 2 петли за переднюю стеночку за вторую стеночку провязываю оставшиеся две петли и все мне и кстати хотела сказать что наборный ряд я сделала на две петли больше чем мне нужно так как я буду закрывать две петли чтобы у меня здесь был не вот такой закругленный уголок а прямой то есть у меня с этой стороны прямой уголок и с этой стороны будет прямой уголок чтобы вот такие острые углы получились и для этого принципе вот этот наборный ряд выглядит красиво с двух сторон то есть можно и этот ряд этот эту сторону считать за лицевую и эта сторона также может быть лицевой стороной но я буду считать что у меня эта сторона лицевая то есть по той которой я набирала петли а эта сторона изнаночная и так я первые две петли закрываю провязывая две петли 1 1 изнаночная переношу петлю обратно и еще одну петлю закрывая провязываю 2 петли 1 изнаночная и теперь у меня вижу первый изнаночный ряд и начинаю формировать кромки таким таким же шнуром айкорд то есть боковые стороны и для этого 1 всегда первые три петли я снимаю причем когда снимаю петли по изнанке нить у меня впереди работы и далее начинаю вязать основное полотно и сейчас я вижу как бы горизонтальную резинку на всю длину то есть и а здесь я начинала вязать горизонтальную резинку с двух рядов лицевой глади и хочу наоборот чтобы у меня по лицевой стороне было 2 2 ряда изнаночной глади и для этого я провязываю все петли лицевыми тогда по изнанке у меня будут идти а точнее по второй стороне у меня будут идти изнаночные петли провязываю все петли узора лицевыми но последние три кромочные петли провязываю изнаночными осталось на спице 3 петли их я провязываю изнаночными это считается кромочные петли и выполнив первый изнаночный ряд поворачиваю работу и начинаю вязать второй ряд по лицевой стороне и первые три петли я снимаю и теперь когда снимаю петли по лицевой стороне у меня рабочая нить идет за вязание снимаем петли и второй ряд вяжу изнаночными петлями по лицевой стороне чтобы у меня на лицевой стороне было два ряда изнаночной глади на лицевой стороне последние три петли провязываю лицевыми то есть первые три петли мы всегда снимаем последние три петли кромочные мы всегда провязываем если по изнанке то изнаночными петлями если по лицевой стороне то лицевыми петлями поворачиваю работу и здесь изнаночный ряд первые петли 3 петли снимаю нить впереди вязание располагаю и далее начинаю вязать горизонтальную резинку и теперь выполняю здесь по изнанке все петли изнаночными чтобы на обратной стороне формировалась полоска лицевой глади 2 ряда будем вязать лицевой гладью по изнанке последние три кроме кромочные петли провязываю изнаночными и поворачиваю работу на лицевую сторону первые три петли снимаю располагая нить за вязанием и далее вяжу второй ряд точнее 4 ряд и этот ряд у меня с идет полоска лицевой гладью второй ряд и значит провязываю все петли лицевые так дорогие рукодельницы я провязала резинку до 12 ряда у меня сформировалась от 3 рельефных горизонтальных дорожки из двух рядов изнаночной глади по сути при вязании резинки мы повторяем только первые 4 ряда смотрите описание далее я буду вывязывать планки а значит я буду вязать тот же самый узор и формировать тут такую же точно такую же кромку кромка первые три петли узор на 7 петлях принципе здесь ширину планок вы можете сами выбирать и в конце то же самое на 7 петлях я буду вывязывать узор горизонтальные резинки последние три петли это петли кромки и вот начинают 13 ряд первые три петли снимаю нить впереди работы далее на 7 петлях у меня идет планка и здесь я провязываю 7 лицевых петель а далее далее у меня будет идти полотно основным узором то есть далее я буду вязать лицевую гладь основное полотно то есть вижу до 2 планки здесь у меня изнаночный ряд изнаночные петли по лицевой стороне основное полотно буду вязать лицевыми петлями и когда останется у меня 10 петель то есть я также провязываю узор горизонтальной резинки так 3 6 9 10 вот одна петля основного узора и далее 7 лицевых петель и по изнаночной стороне 3 петли кромки изнаночными поворачиваю работу на лицевую сторону и продолжаю узор первые три петли кромочные снимаю нить за работой на лицевой стороне далее а второй ряд изнаночной глади вот и тут 1 7 изнаночных петель далее идет основной узор лицевой глади и завершаем ряд вывязывая планку по второй стороне после основного узора и здесь у меня остается 7 изнаночных петель и последние три петли лицевые это кромочные петли последние петли мы всегда провязываем и поворачиваю работу на изнанку и далее идет получается третий ряд горизонтальной резинки также снимаю первые три петли кромочный и здесь вижу в первые семь петель чтобы как бы вторая дорожка у меня пошла на лицевой стороне это лицевая гладь провязываю 7 изнаночных горизонтальной резинки и далее продолжаю вязать изнаночные это основной узор лицевой глади и довязываю получается изнаночные петли до конца ряда и последние три петли кромочные тоже будут идти изнаночными следующий а лицевой ряд получается четвертый ряд планки и далее вверх мы будем повторять эти вот первые четыре ряда при вязании планки здесь три кромочные на лицевой стороне снимаю 7 петель лицевых так как здесь я продолжаю дорожку лицевой глади 2 ряда дальше будет дорожка изнаночной глади основной узор уже лицевые петли то здесь по сути тоже идут все петли в этом ряду лицевые и кромочные в конце также лицевые и при вязании планки повторяем эти четыре ряда и сейчас я провяжу вверх несколько рядов и покажу вам результат и так дорогие друзья я провязала образец и теперь вы можете посмотреть какие получаются планочки как они сочетаются с основным узором аккуратно оформленные края шнуром айкорд вниз хорошо сочетаются рельефные горизонтальные полоски с лицевой гладью и по изнанке посмотрите тоже такие планки смотрятся аккуратно